В чай я его очень люблю, если ты меня смотришь. Во сколько лет планируете выйти замуж? Всем привет, мои хорошие! С вами Айка, Эмили и... Аскватима! И сегодня мы снимаем для вас очередное новое видео. Сегодня мы будем отвечать на вопросы, которые вы задали мне в моем инстаграме. Поэтому обязательно подписывайтесь на мой инстаграм, на инстаграм Аскватимы. Ссылка будет в инфобоксе. Начнем! Я выложила вот такую вот видюшку, где попросила очень... Аскватима, потому что сейчас мы будем снимать для вас видео «Вопрос-ответ». Так, теперь давайте посмотрим, какие вопросы нам задали. К сожалению, вот только-только выложила этот пост, поэтому вопросов не так уж много. Но так я слегка почитала, здесь очень много вопросов касательно нашей личной жизни, так что готовься. Первый вопрос. Вышла ли замуж за христианина? Вышел-ка замуж за христианина? Это очень сложный вопрос. Я думаю, что мне все-таки ближе по духу наши азербайджанские парни. Но у меня нету такой дискриминат по какому-то национальному признаку. Но если, например, был бы парень христианин, который живет здесь, почему бы нет? Какая разница? Вообще, я считаю, что главное, человек должен быть хороший, а все остальное это мелочи. Да, я думаю, что невозможно однозначно ответить на этот вопрос, потому что надо в жизни попасть в эту ситуацию, чтобы понять, какое ты примешь решение и вообще сможешь ли полюбить такого человека. Так как я не попадала в такую ситуацию, я не смогу вам точно ответить. Здесь столько вопросов про личную жизнь. Очень много девчонок и мальчишек спрашивает, есть ли у нас парни. Это тебя спрашивают, потому что... Тебя тоже. Я хочу, чтобы это осталось в секрете. В женщине должна быть загадка. Да, Фатя не любит про это говорить, то я вам потом расскажу в моем инстаграме. А что касается меня, к сожалению, я одна. Двигаемся дальше. Замуж по любви? Да, нет? А если, например, какой-то классный парень, например, предлагает тебе выйти за него замуж, ты понимаешь, что он супер парень, но ты его не любишь, ты выйдешь за него замуж? Нет, я не смогу, наверное. А я лично считаю, что если даже человека я не люблю, но я понимаю, что он очень хороший, он все делает на меня, быть может, я бы вышла замуж. Ну, я думаю, что если тебе уже много лет, но ты не встретила свою судьбу до сих пор, надо как-то создавать семью, любовь может со временем прийти. Очень люблю вас, вы меня мотивируете. А ваше самое лучшее воспоминание? Моё воспоминание... Это нельзя говорить здесь, да? Это я вырежу, рассказываю. Ой, моё воспоминание... Ну, может быть, когда я была в Праге, там были такие красивые замки в готическом стиле. Это было так красиво, я как будто бы попала в сказку. Это очень приятное воспоминание. Самое классное воспоминание, это когда я утром проснулась и увидела, что на мой канал подписалось 800 человек за один день. Здесь вопрос касательно чисто меня, почему не вышел влог. Я вам обещала, что я должна была выложить влог, потом так получилось, что звук немножко опаздывает, в общем, там немножко проблема с монтажом, поэтому влог не вышел. Но я постараюсь в ближайшее время эти проблемы устранить и выложить влог на канал. Что бы вы хотели изменить в себе? Передай привет Саиде. Саидочка, привет! Что бы ты хотела? Я бы что хотела, но не знаю. Я бы, например, пока ты думаешь, я бы, например, хотела изменить форму бровей. В том плане, что мне не нравится, что они круглые, как бы не выщипываешь, все равно они круглые. Мне нравятся брови больше такие, как у тебя, например, прямые, да? И когда улыбаешься, чтобы не было вот такого вот... Не знаю, мне это раздражает во мне. Может быть, быть чуть-чуть повыше ростом. Ха-ха, я выше тебе. Завидуешь, детка. Ну, вообще-то для этой страны я нормальная, я среднего роста, даже по сравнению с кем-то я высокая, но если бы я жила в России, то я бы, наверное, чувствовала себя крошечной. Как познакомилась с Фатимой? На этот вопрос мы уже отвечали, мы познакомились в Ютубе. Да, кстати, ответы на многие вопросы в моем аналогичном видео. Подписываться и смотреть это видео тоже, ссылка будет внизу. Также я оставлю в комментариях, ссылку закреплю, поэтому обязательно подписывайтесь на канал Аскфатимы. Аскфатимы. Были ли отношения? Разрешают ли встречаться? Тебе разрешают встречаться с парнем? Но мне 25 лет, куда мне запрещать? Многие неправильно воспринимают вообще Азербайджан и вообще Кавказ. Здесь все встречаются с парнями, только потом выходят замуж, не знаю, 3-4 года встречаются с молодым человеком, затем создают семью. То есть это ошибочное мнение, кто предполагает, что здесь все решают родители. Я скажу про себя. Да, я встречалась с парнем, но потом, к сожалению, не получилось. Но и даже сейчас мы как друзья, я к ним очень хорошо отношусь. Ну, конечно, сейчас 21 век, а как выйти замуж, если не встречаться с парнем? Логично, что сначала люди встречаются, узнают друг друга получше, потом уже женятся. На что учится Фатима? Я уже окончила университет. Может быть, многие думают, что нам 17-18 лет, но нам намного больше. Я окончила экономический университет. Я закончила Герб университет по факультету менеджмент. Почему вы решили переехать в Азербайджан? Начнем с того момента, что Аскватима всю жизнь живет в Азербайджане. А почему я переехала? Потому что мои родители переехали сюда, и я не жалею. Сколько классов вы учились? 11. Я тоже 11 отучилась. What is your life goal? Мое главное достижение... Это 20 тысяч подписчиков. Yeah, yeah, yeah. 10 тысяч уже скоро будет 11. Ура, спасибо вам за это. Да. Если бы не вы, у нас не было бы этого достижения. Вы знаете страну Казахстан? Бывали там когда-нибудь? Я оттуда смотрю вас. Ты была когда-нибудь в Казахстане? Была, к сожалению, но, конечно же, мы знаем эту страну. И хотели бы побывать там когда-нибудь. Я вообще хочу увидеть весь мир. И, возможно, когда-нибудь и в Казахстане побываю. Говорят, сейчас эта страна развивается огромными шагами. У меня в России, когда мы жили, у нас была девочка, ее папа жил в Казахстане. И когда она туда ехала и приезжала обратно, она приносила с собой столько всяких гостиниц. Она так всегда хвалила эту страну. Поэтому мне тоже, на самом деле, интересно там побывать. Но, к сожалению, не была никогда. Опять, есть ли у вас парни? Какие-нибудь спортом занимались? Я занималась танцами в детстве. А я никаким видом спорта не занималась. Но сейчас я уже хочу ходить в спортзал. Кстати, можно вдвоем? Да. Жалко, мы не близко живем. Да, еще, кстати, я в детстве на плавание ходила. Почему вы Фатиму называете Аскфатима? Да, понятно, канал так. А где полностью? Как полностью прочитать? Почему я ее называю Аскфатима? Тебя это как-то обижает? Нет, я сама себя так назвала. То есть, я часто встречаю там комментарии, когда мне пишут, почему именно Аскфатима. То есть, я иногда ее и называю Фатимой, но мне как-то удобнее Аскфатима. Да, она даже иногда в жизни меня так называет по приколу. Кто-то даже написал, почему ты называешь ее Аскфатимой? Это же грубо. Что здесь грубого? Я сама себя так назвала. Это мое имя. Мой псевдоним, правильно сказать. Но моя фамилия Аскерова. И Аскфатима это как бы игра слов. Это первые три буквы моей фамилии. Также это означает в переводе с английского «спросите Фатиму». И поэтому... Главное, что ты не обижаешься, правильно? Поэтому я тебя буду называть Аскфатимой. Это странно думать, что я могу обижаться. Хотели бы вы переехать в Россию? Ты бы хотела жить в России? Я бы тоже. Я жила в России и живу сейчас в Баку. Мне больше нравится в Баку. Хотя есть и преимущества и в России. Везде есть свои плюсы и минусы. Но меня сейчас все устраивает. Так можно сказать. Если бы я хотела переехать, я бы переехала куда-то в Европу, в Америку. Зачем переезжать в Россию? Я не стремлюсь прям переехать в Европу. Но если уж переезжать куда-то, то... Точно не в Россию. Точно не в Россию. Да. Какой смысл? Расскажи про свою первую работу. Моя первая работа была в банке. Этот банк уже закрылся. Он закрылся через несколько лет после того, как я ушла оттуда. Это был парабан. От горя, наверное, закрылся. Он назывался Парабан. А есть ли у тебя брат или сестра? Отвечай. У меня есть братик. А я не буду про это ничего говорить. Пусть это останется тайной. В женщине должна быть задана. Да, в этой женщине была тайна. Теперь в этой женщине тайна. У меня есть братик. Его зовут Мурат. Он живет в Литве. Он там учится. Он очень милый. Я его тоже знаю. Я его очень-очень люблю. Скучаю по нему. Так как он получает образование за границей, мы видимся примерно раз в год, а то и реже. Я очень-очень сильно скучаю. Я его очень люблю. Если ты меня смотришь, братишка, я скучаю по тебе. По сколько лет планируете выйти замуж? Я планирую выйти замуж где-то в 28-30 лет. А ты? Я ничего не планирую. Это уже как получится. Когда прекратите жрать? Никогда. Нет, есть мы будем до того момента, пока не умрем. Но будем ли мы это снимать или нет, это вопрос уже спорный. Как Фати себя чувствует после 50 суш? Меня мучает вопрос. Отлично, потрясающе. Я вам больше скажу. Я пришла вечером домой, вспоминала эти суши. Позвонила мне и говорит, хочу еще. Да, я хотела еще суши. Они поднимают аппетит. Чем больше их кушаешь, тем больше хочется еще. Я сама была удивлена. Мне вечером хотелось еще. Хотя многие думают, что после этого я вообще не смогу больше их есть. Это не так. С Фатей сколько лет дружите? Ну, дружим мы, можно сказать, полтора года. В отпуск куда поедете отдыхать? В Саратов не поедешь? Это меня спрашивает. Нет, скорее всего в Саратов я не поеду. Замужем или помолвлена? Или когда собираешься на это, мы ответили вопрос. Мы не помолвлены. Привет, ты очень крутая. Я хотела бы спросить, ты азербайджанка? Я дам. Ас-Кватима, ты азербайджанка? Я азербайджанка, моя бабушка татарка и одна моя прабабушка была лезгинка. Ответ на этот вопрос тоже был уже в моем виде, но я решила повторить, так как это самый часто задаваемый вопрос, наверное, на обоих наших каналах. А я лезгинка, как все знают. Сахра-Лезгиар. Какой предмет был самым любимым в школе? У меня, наверное, английский язык. А у меня математика. Я, можно сказать, поступила в университет за счет математики, потому что я набрала хорошие баллы, а по остальным другим предметам у меня были очень-очень низкие показатели. Вообще-то математику я тоже любила в школе. Я много предметов любила. Я любила те предметы, по которым у меня всегда были пятерки. Это были все ваши вопросы. Если вы также хотите попасть в наше видео со своим вопросом, то обязательно подписывайтесь на мой инстаграм, на инстаграм Ас-Кватима. Ссылка будет в инфобоксе. Если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наши каналы. Опять же, ссылка на канал Ас-Кватима будет в инфобоксе. Мы увидимся с вами очень-очень скоро. Для этого не забудьте поставить колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Всем желаю удачного дня. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok